Давайте вспомним 2019 год, декабрь. Вышел ролик с Ильей Моноси на одном канале, который собрал полтора миллиона просмотров. Про него мало кто знал, и этот ролик помог в его медике. Я думаю, что многие узнали после всего этого движа. Так, меня зовут Илья, мне 14 лет, я играл в команде с Руфаером. Вот, стоп, давай заново. Сейчас результаты Ильи Моноси вы видите сами. Он играет в команде G2, его выкупили за полмиллиона долларов, как минимум. Это превосходная цифра, это превосходная возможность и демонстрация того, насколько все это возможно с каждым из вас. Но шанс очень маленький, не верьте в это просто в тупую. Нельзя, нельзя. Это шанс на миллион, а может быть даже и больше. Но сегодня я рискну и сыграю All-In. Я вам покажу второго Илью Моноси. Второго такого же человека, ему 15 лет, и он не хуже. Да, статистика на Шел ТВ, сейчас у него 1.0, но это пустяк. У меня тоже на Шел ТВ статистика 0.78, но я играю-то лучше. Ситуация копия, как было с Ильей. Его, правда, никто не знал. Сейчас такая же ситуация с Даней, но он уже играет в команде Team Spirit. Два года я его хантил, но не успел, Spirit его забрали. Ну, это к счастью, потому что я в итоге все равно состав свой не открыл. Господи, какой же я клоун. Ну, давайте начинать. Всем желаю приятного просмотра. И не забывайте о том, что у меня есть Телеграм-канал, который сейчас у вас на экране. Просто напишите в поиске Телеграма Эрик Шоков, либо Эрик Сука. И откроется мой канал, где прямо сейчас идет розыгрыш на то, что я не озвучиваю. Зайдите, посмотрите сами и просто нажимите на кнопку «Участвую». Давайте собираться в одной социальной сети, потому что все остальное блокируется. Жду тебя после ролика в Телеге. Ну, а сейчас мы приступаем к знакомству. Данил Донг Кришковец. 15-летний талант с пингом 100. Если мы говорили про его HLTV с очень плохой статистикой, то на FOSTE все по-другому. Внимание, 28 АВГ и 1.56 КД. Если что, у Моноси 27 АВГ. Так что тут надо уже делать выводы. А на SHLTV такая статистика, потому что играл не на своих позициях. Тонко тот человек, которому я писал полтора года или два года назад о том, что «Бро, ты хочешь прокачку пока или нет?» Он отказался. Сказал, что у него все есть. Я расстроился. Мне нужно было какого-то хорошего игрока найти. Но сегодня я записываю с ним ролик не в прокачке КПК, а в той же самой рубрике, как было с Моноси. Я вам показываю очень перспективного игрока, от которого я жду какие-либо результаты. Сегодня играет Моноси уже в G2, а Донг в Spirit Academy. Привет, Даня. Привет, привет, Эрик. Я рад, что ты пришел сегодня в этот ролик. Наконец-то у нас что-то получается. Я тоже рад. Встреча, можно сказать. Расскажи, пожалуйста, что было с прокачкой. Почему ты отказался? Ну, когда мне предложили прокачку, ну, ты предложил прокачку, я только купил свой новый компьютер, обновил его более-менее. Ну, и на тот момент мне показалось, что все хорошо. Ну, и я подумал, что есть люди, у которых более хуже условия, чем у меня, которым эта прокачка понадобится больше, чем мне. Окей, давай поговорим о том, откуда ты, сколько тебе лет. Ну, я живу в Сибири, город Омск. Мне 15 лет исполнилось, два месяца назад. А сейчас ты играешь за Пайси, Team Spirit Academy. Да. Только из-за того, что тебе 15? Ну, я думаю, что да. Ну, по сути, в онлайне же можно играть, если тебе 15. Ну, на каких-то турнирах можно, на каких-то нет. Тебе 15 лет. Какой у тебя сейчас Элла на фесте? Сейчас у меня 4,700 Элла. А Макс Элла? 4,900, 4,800 где-то. Ну, я не гонюсь за Элла как-то, все равно на это. Не считая это каким-то признаком мастерства. Вау. А в 15 лет такое большое количество Элла. Сколько часов у тебя сыграно? Как ты вообще успеваешь все делать? Как ты учишься? Расскажи, пожалуйста, твой распорядок дня. Ну, у меня 8,000 часов всего наиграно. Насчет распорядка дня. Ну, я встаю, завтракаю, смотрю что-то по урокам, еду в школу, приезжаю в школу и начинаю играть в КС. Расскажи подробнее про свою учебу. Учусь я на 5, в среднем. Ну, средняя оценка, скажем, 4. Но стараюсь на 5 все вытягивать, потому что учеба тоже важная степень в жизни. И нужно не закидывать ее, так скажем. Мало ли, что-то ничего не получится с Counter-Strike. Молодец. И как ты успеваешь делать уйта? У тебя получается это? Ну, да. Все нормально. Но, правда, иногда учебу приходится жертвовать. Ну, типа, большую сторону контры. Ну, я родителям изначально скажу, что я учебой буду жертвовать. И это будет выбор. Какая у тебя реакция родителей? Ты приходишь со школы, играешь. У тебя 80 часов с обстанетной 2 недели. Какая у них реакция? Как они на это смотрят? Да никакая, но пока я хорошо учусь, пока у меня нет проблем со школой и с успеваемостью, но они никак, типа, этому не мешают. А ты зарабатывал уже с КС? Ну, да. Ну, я играл просто турниры маленькие, типа, там, по 500 рублей. Ну, один раз выиграл, ну, был крупный турнир на 1х1 на 50 тысяч рублей. Я занял третье место, получил 10 тысяч. Ну, и второй раз я с другом в крупном турнире тоже на 50 тысяч занял второе место, и мы получили по 18 тысяч. Это, ну, типа, все крупные заработки мои были. Я могу этот ролик назвать, он в 14 лет, 4700Л, с пингом 100? Конечно, можешь. То есть у тебя по-настоящему пинг 100 в каждой игре, которую ты играешь? Да, да, да. Да, конечно. На Германию, на Москву всегда пинг 100? А, на Москве 50, на Москве 50. Но мы, ну, в Москве очень редко приходится играть, это какие-то отсыскабы. Многие спросят, наушники, кресла, вообще все выглядит по-киберспортивному. Многие, сам ты понимаешь, будут спрашивать, откуда это все появилось? Это заработок с КСа или помощь родителей? Ну, вообще все, здесь я купился на среднем. Ну, в кресле мне родители только помогли, это самая первая вещь, которую я купил. С креслом? Да, да. Есть какая-то стратегия в этом? Ты знал наперед, что с креслом нужно быть аккуратнее, все-таки в спинах? Ну, да, я наперед понимал, что этого за осанку надо береть все-таки. Расскажи про ситуацию с Team Spirit, как ты туда попал, как это все выглядит? Думал ли ты, что ты попадешь именно туда, или у тебя были ожидания в командах быть чуть уровня выше? Ну, насчет команд уровнем выше нет, но я понимал, что я плюс-минус уровень на этот уровень. Ну, это даже хуже, наверное. Я понимал, что если повезет, то я думаю, я попаду. А как попал? Ну, мне точно всех не рассказывали, но... Как я с твоей стороны вижу, я просто играл CIS Hub, CIS Challenger. В итоге меня заметил Scout Overdrive, позвал на тест. Мы сыграли пару, ну, турниров, мини-турниров от Аневых. Но я хорошо себя проявил, и меня взяли. Какая у тебя ситуация по друзьям, настоящим друзьям, вне КС? Ну, у меня друга три близких есть, наверное, ну, даже два. И все. То есть, ты не полностью погрузился в КС, то есть, ты остался человеком, не киворг, все окей, да? Да не, я уже, так скажем, близок к этой стадии. Близок к этой стадии, это очень печально. Когда ты в последний раз выходил на улицу? Если тебе это не особо нужно было, просто прогуляться. Просто прогулять? Сложный вопрос. Ну, недели 13, наверное. Но это если мы учитываем, что я сам лично выходил, что это была моя инициатива. Да, такие вот у нас дела. Я сейчас хотел бы с тобой поиграть в КС. Пойдем на дуэли с Абишока. Давай. Вопрос, играешь ли ты у нас вообще? Ну, да, я играю. Ну, только какие-то пользовательские режимы, ну, наподобие БХО, ПСРФА, КВ. Ну, мне все нравится, хорошая сетка сервежов. Ну что, посмотрим, как ты стреляешься. Шло время дуэли, мы запускаем ShiftUp, веб-браузер. Запускается автоматически Сабершок, это очень удобно. Если кто-то хочет так сделать, просто зайдите в настройки сюда, веб-браузер. И в хомпейдж поставьте Сабершок.нет. Хочу сразиться с мистером Донком. Я выбираю Москву, потому что это самая удобная логация для Донка. И выбираю сервер, куда хочу зайти. Нажимаю скопировать и захожу. Сейчас зайдет на сервер, зашел, вызвать на дуэль. Вызываю Ягами, выбираю обычный режим до 16 раундов. И все, дуэль начинается, можем играть. Желаю тебе удачи, посмотрим, как ты стреляешься. Да, тебе тоже удачи. Так. Только я... Ты сегодня играл уже? Нет, нет. Нет, я тоже не играл сегодня. Я не запускал КС. Добрый день. Я думаю, что я... Так, что у меня не получается. Интересно. Слушай, без шансов на самом деле. Неужели настолько все хорошо у тебя? Если что, я когда играл с Моноси на имке, я бы выиграл в 19-м году. Я знаю. Да, и... Смотрел. Все, слушай, я очень хочу сейчас дуэль сыграть на мираже. Так, если сейчас у меня будет такая же ситуация, то я признаю, что я бомж. Либо... Не, 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 я не бомж. Ты хорош. Но я все равно бомж. Ну так вот. Кстати, ты считаешь себя хорошим игроком? Давай немножечко про твою скорость поговорим. Нет, не считай себя хорошим игроком. Тебя проперли? По связи? Нет. Ты играл с Моноси? Нет. Никогда в жизни? Вау. Очень интересно. Вау. Ох. Как тебе с английским? Более-менее. Ну, в Counter-Strike все нормально. Достаточно. Хорошо. Английский очень важен. Это прекрасно. Как у тебя вообще с токсичностью? Стараюсь как можно меньше рассказывать людям. Я вообще в последнее время мало рассказываюсь. Как попал в организацию. Легендарная анимка прямо сейчас начинается. Напоминаю, с Моноси мы играли, и в тот раз игра закончилась с таким счетом. Вот. Я на самом деле не помню. Так, ну что ж. Начало. За тобой. Ну, возможно. Слушай, реально, без шансов. Везят. Покажите, везят. Ну, сейчас же не везло. Победители не судят. Когда как? Молодые люди. Печальные новости. Эрик теряет форму. Либо этот парень гений играет. Слушай, прям. Я понимаю все свои ошибки, но... Покажешь все равно хорошо. Еще пойдем. Что пойди? Камбэк. Слушай, я предлагаю еще одну сыграть, будет три, так сказать. Хорошо. Good luck, have fun. Good luck, have fun. Не, не, не. Суришь, неплохо. Хорошо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, вот это было жестко. Опять мой раунд. Что это? Это был префайер. Вот это все. Я получил эмоции адреналина. Я... Вот, слушай, нет. Вот в последнем раунде я уже начал кайфовать от игры. Блин, а имки это так прекрасно. Господи. Надо возвращаться. Надо возвращаться по имке. Серьезно. Ну, в первой игре я видел, что ты реально хорошо стреляешь. А во второй я уже смог собраться. Спасибо, Бро, за игры. Спасибо, что пришел. Я думаю, ребята сделают какие-либо выводы. Мне кажется, у этого парня есть будущее. А почему бы и нет? В Моносе тоже не особо все верили. Когда был ролик, до сих пор ему завидуют. Господи, кстати, насчет зависти. Огромное количество людей до сих пор ему завидуют в любом проявлении. Что бы он бы ни сделал. Он попал в G2. И до сих пор люди пишут о том, что его проперли. Не знаю. Мне кажется, это все из-за того, что он очень молод. И появляется у таких же ровесников зависть. То, что у него уже есть что-то, а у меня еще нет. Даня, спасибо за то, что пришел. Я надеюсь, ты будешь продвигаться дальше. Надеюсь, мы будем поддерживать связь. Я тебя буду поздравлять с победами. А ты будешь играть у нас. Тебе тоже спасибо. Я буду стараться. Все, Бразер. Да, давай, Игорь. На связи. Спасибо. Давай, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok